Короче говоря, я новая Леди Баг. Это был самый обычный выходной день. Я сидела дома и смотрела свой самый любимый мультфильм. Леди Баг и Супер Кот. Какие они все-таки клевые. Особенно Супер Кот. Нет, Маринет, конечно, тоже классная. Но Супер Кот в сто. Нет, в тысячу. Нет, в миллион раз круче. Эх, вот бы мне с ним познакомиться. Но он ведь герой. А я кто? Простая девочка. Вот была бы я Леди Баг. Хм, а что мне мешает стать новой Леди Баг? Точно. И как же я сразу не догадалась. Я стану новой Леди Баг. И Адриан меня как увидит. Как увидит. Так сразу и думать забудет про свою Маринет. Да, а что? Я тоже очень смелая и симпатичная. Решено. Буду превращаться в Леди Баг. Надо перевоплощаться. И тут я поняла, что для того, чтобы стать Леди Баг, мне нужна Тики. Ведь именно она помогает Маринет превратиться в Леди Баг. А где же мне взять Тики? Правильно. Ее нужно поймать. Я взяла печенье с шоколадной крошкой, ведь Тики его очень любит. Это будет моя приманка. И сачок. Ну, вдруг Тики не захочет со мной идти. И отправилась на охоту. Через три с половиной часа я вернулась домой. Это были самые ужасные три с половиной часа в моей жизни. Оказалось, что поймать Тики в нашем городе не так уж и просто. А на мое печенье приманку прилетела вот только она. Это божья коровка. Ну, тут я подумала, что Тики ведь тоже похожа на божью коровку. А может, это она и есть? А просто маскируется, чтобы ее никто не узнал. А мне нужно всего-навсего ее расколдовать. И я сразу же приступила к делу. Мне пришлось вспомнить все магические слова, которые я только знаю. Абракадабра. Трах-тиби-дох-тиби-дох. Стоп, тыщ-ты-дыщ. Пока ничего не получалось. Но я решила не останавливаться. И через полчаса божья коровка меня пожалела. Она превратилась в Тики. Тики, давай! А я транспортировалась в Леди Баг. И сразу же отправилась бороться со злом. Ну и знакомиться с Эдрианом, конечно. Целый день я сражалась со злодеями и спасала мир. Я сломала ноготь, подвернула ногу, набила шишку на лбу. И даже порвала свой супергеройский костюм. Но зато я познакомилась с ним. Он на меня так смотрел, так смотрел. Я уверена, что Марионет он уже и не вспомнит. Ведь у него теперь есть я. И тут я услышала звонок в дверь. Когда я открыла, то я не поверила своим глазам. Эдриан! А он стоит, смотрит на меня своими зелеными глазами и говорит. Эээ, извини, я, наверное, домом ошибся. Марионет в следующем живет, да? Что? Хм, тоже мне. Столько хлопот, а ему Марионет подавай. Да ну его лучше в мультике смотреть. Чудо вокруг, лишь они есть, лишь бы сנки не прорвать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА